Гимна России Слова, аранжировка, темп остались прежними. Менять утвержденную федеральным законом музыкальную редакцию гимна не стали. Особенность новой версии в различных тембрах ее исполнителей. У каждого разный тембр, и все, естественно, одинаково петь не смогут. Кто-то поет верхние партии, кто-то поет нижние партии, кто-то находит что-то в серединке. Во время записи музыканты сделали три дубля. Пели не по партиям, а в унисон или в октаву. Позже рассказали артисты, каждому из них дадут запивать несколько строчек из куплета. Припев будут исполнять хором. Цель проекта – привлечь внимание к главному символу страны. Нацелены на молодежную аудиторию, на людей активных, на тех, кому может быть иногда кажется, что исполнение главной песни страны – это что-то такое слишком официозное, пафосное. Мы хотим приблизить чуть-чуть, да, вот эту торжественную мелодию, эти торжественные слова, приблизить к молодым людям. Стас Михайлов, заявленный ранее как один из исполнителей новой версии гимна, сегодня на запись не приехал. Как объяснил представитель министерства, певца запишут позже, индивидуально. Также в проекте примет участие Иосиф Кобзон. Премьера новой версии гимна состоится 4 октября на юбилейном вечере ансамбля имени Александрова.